В Беларуси началась еще одна проверка боевой готовности вооруженных сил. Парламент Армении ратифицировал римский статут. На белорусско-польской границе нелегальные мигранты снова забросали камнями и палками польских пограничников, а на участников онлайн-марафона солидарности с политзаключенными заведено уголовное дело. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что белорусы в 2022 году купили в Польше почти в два раза больше квартир, чем годом ранее. Как сообщает money.pl, нашим согражданам было продано не менее 1300 объектов недвижимости, а годом ранее этот показатель составлял 729 квартир. Больше среди иностранцев покупают жилье в Польше только украинцы 6,5 тысяч и немцы 1,5 тысячи. Всего иностранцев в прошлом году купили в Польше 14 359 квартир. Инфоказачка Бондарева пошла в атаку на секс-шоп. Пророссийской активистке не дает покоя могилевский интим-бутик Адам и Ева, совмещенный с музеем для взрослых и фотостудии БДСМ. Бондарева, в частности, возмущает, что заведение находится рядом с драматическим театром, филармонией и, что еще страшнее, рядом расположена аллея героев Великой Отечественной войны. Также инфоказачке не нравится, как ведет себя хозяйка секс-шопа Светлана Пашкевич, которая раз за разом выкладывает у себя в соцсетях фото с музейными экспонатами. Как итог, Бондарева просит принять срочные меры для ликвидации очага разврата из центра города. Национальное собрание Армении поддержало ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Трансляция заседания, на котором обсуждался этот вопрос, велась на официальном ютуб-канале парламента. Теперь документ должен подписать президент Армении. Его положение вступит в силу через 60 дней после завершения всех государственных процедур. В России на решение парламента Армении моментально отреагировали. Там заявили, что Армения потеряла юридический суверенитет. Напомню, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Пиловой. Они, предположительно, несут ответственность за военные преступления, незаконную депортацию детей и их незаконные перемещения с оккупированных территорий Украины в Россию. Страна, подписавшая римский статут Международного уголовного суда, обязана арестовать Путина на основании выданного в марте ордера. В Беларуси началась еще одна проверка боевой готовности вооруженных сил. Проверить вояк поручил лично Лукашенко. Как сообщила Минобороны, проверка носит комплексный характер и позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению. Подразделения военных сил в ближайшее время совершат марши в назначенные районы с под следующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. В ходе проверки будет задействована в том числе авиация. На белорусско-польской границе нелегальные мигранты снова забросали камнями и палками польских пограничников. Как сообщает польская пограничная служба, в понедельник 24 иностранцы пытались нелегально проникнуть из Беларуси в Польшу. Группа из 11 человек пыталась перейти границу под Беловежей. Под мельником группа из 10 иностранцев забросала камнями польских патрулей. Благо, никто не пострадал. Лукашенко создает комиссию, которая, наконец, позволит подняться с колен. Ее возглавит посол в России Дмитрий Крутой, а займется она вопросами экспорта в Россию. Нелегитимный сегодня потребовал докладывать ему о работе комиссии лично. «Мы выстояли, сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции, весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться», заявил Лукашенко. Ну и напоследок. На участников онлайн-марафона «Солидарности» с политзаключенными заведено уголовное дело. По нему будет проходить около 60 человек, заявили в так называемом МВД. Сбор средств силовики расценили как финансирование экстремистской деятельности. По материалам оперативников ГУБОПИК МВД возбуждено уголовное дело в отношении участников прямой трансляции под названием «Онлайн-марафон солидарности с политзаневоленными». Нам не все одно – инициировано представителями так называемого объединенного переходного кабинета и руководителями иных экстремистских формирований. 12-часовой эфир с рассуждениями, находящихся в розыске преступников и других деструктивных личностей, трансфировался на ютуб-каналах радикалов, покинувших Республику Беларусь. Мероприятие, заэвалированное под сбор средств для осужденных якобы политическим мотивом белорусов, организаторы провели с целью привлечения денег для личной материальной подпитки. По их заявлению они получили более 500 тысяч евро. Напомню, в ходе марафона «Нам не все одно», который прошел в июле, было собрано более 570 тысяч евро. Час средств уже поступлено в фонды, которые поддерживают политзаключенных. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живе Беларусь!